Карта помощи за 60 тысяч, это еще и неплохие, оказывается, условия. Хаять за это не буду, ко всему к этому привыкаешь моментально. Те вещи, на которых здесь сэкономили, их спрятали, они как бы не видны глазу. Это, знаете, похоже на то, как если бы Хавел заявили, что на Джулион колеса особенно круглые. И в первую же грязную дождливую погоду вот это все будет у тебя забрызгана грязью. Друзья, всем привет! Вы на канале Клинликар, меня зовут Сергей. Сегодня мы снимаем не автомобиль из автосалона. Сегодня мы расскажем про автомобиль реального владельца. С нами Саша, это мой школьный друг, который дал нам возможность снять обзор Хавел Джулион. Это сейчас не спойлер был? Нет. Нормально. Нормально. Мы обязательно спросим Сашу, почему его выбор пал именно на эту модель, чем он в итоге доволен и недоволен за небольшой период эксплуатации. И разберем машину максимально подробно, что вы получаете, покупая Джулион. Мы с вами уже привыкли, что китайцы за небольшие деньги дают нам максимальное количество плюшек, ништяков и опций. И при обзоре, при детальном обзоре этого автомобиля будут моменты, когда у вас всплывет такая... Ааа, сэкономили. Кто-то подумает про себя, кто-то, возможно, даже скажет вслух. Я предлагаю сыграть. Посчитайте, сколько раз за видео у вас возникнет эта мысль, сэкономили. А я в конце ролика постараюсь угадать, какое количество у вас получилось. Если угадаю, напишите в комментариях, Серега, в точку. Или там угадал. Если не угадаю, можете поставить видео дизлайк и напишите, какое количество сэкономили у вас возникло в ходе этого ролика. Поиграем. Хочу начать с того, сколько стоит этот автомобиль и как проходил процесс покупки. Я как раз в одном из роликов говорил, что китайцы сейчас не грешат всякими допами, наценками и так далее. Саш, ну давай без кадра, ты попросил тебя не показывать. Скажи, пожалуйста, сколько заявлена прайсовая стоимость? Это максимальная комплектация на переднем приводе, я правильно понимаю? Правильно. Правильно. Доступная в России, потому что есть версии с люком, но у нас они не представлены у дилеров. У нас версии с люком не представлены, да. Хорошо, все, это максимально возможное. Сколько по прайсу, тебе говорили по телефону, она стоит? По прайсу 1 559 на данный момент цена. Вопрос, а за сколько ты реально ее купил? За эту стоимость? Реально 1 620 000. А почему такая разница? Ну, потому что сейчас у всех салонов моди довешивают доп. оборудование и пришлось доплачивать порядка 60-70 тысяч рублей. А за что? Что за допы здесь были? Карта на дорогах, помощь. Чего? То есть тебе дали карту помощи на дорогах за эти деньги? Да, 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 это обязательно условие. То есть без этого не продавали. Причем это попался хороший салон. В других салонах такая сумма идет 120 тысяч и больше. Ну, то есть за честный 1 559 тебе ее не отдали? Нет, ее нигде не отдадут. Ну, друзья, вот реальность она такова, как вы слышите, даже вот эта карта помощи за 60 тысяч, это еще и неплохие оказываются условия. То есть в итоге максимальную версию сейчас вы можете купить на данный момент за 1 620 000. Но это выбор цвета кузова и салона, он отдельно не оплачивается? Нет, не оплачивается. То есть ты сам выбирал? Да, конечно. Выбрал самый бандитский? Ну, черный нормально. Джип должен быть черного цвета. Ладно, друзья, теперь давайте поподробнее об автомобиле. Автомобиль выглядит обалденно. Давайте будем честны. Понятно, что тенденции у всех разные, но Китай давно следит за трендом и где-то даже их задает. Кузов у нас полностью оцинкован, хотя нет, давайте с оговоркой. Не полностью оцинкованный кузов у нас передние стойки, то есть вот эти стойки и крыши делаются из неоцинкованного металла. По передней части, что мы видим? Массивная решетка радиатора, как и должно быть на настоящем современном брутальном кроссовере. Сильно брутальным его не назовешь, но тем не менее. Решетка радиатора отделана хромом, как вы видите, здесь достаточно хромированных элементов. Интересный факт. На презентации представители компании сделали акцент на том, что этот хром переживет российские суровые условия. И тут у меня к вам вопрос. Зачем этот акцент? Почему другие производители такого не делают? Это, знаете, похоже на то, как если бы Хавел заявили, что на Джулион колеса особенно круглые. Примерно так это звучало. У нас современная LED-оптика, конечно же, у нас светодиодная оптика и LED-ходовые огни, которые в простых версиях вот этой части здесь не будет. Об этом уже все сказали хорошо. Конечно, здесь есть парктроники, конечно, здесь есть камера системы кругового обзора, датчик адаптивного круиз-контроля. Опять же, хочу отметить, что парковочный сенсор расположен не просто правильно, а и лучше, чем у минитых европейских и азиатских брендов. То есть, обратите внимание, корейских, азиатских, неважно, они расположены не только в передней части автомобиля, но и по бокам, что спереди, что и сзади. То есть, это дает полный охват. И почему я делал на этом акцент? Это просто удобно, и мне вообще кажется, что этой тенденции должны следовать все. Но если возьмете его конкурентов этой ценовой категории, не китайцев, то вы таких решений практически нигде не увидите. Переходим к борту этого автомобиля. Что мы видим? Нет пластиковых накладок, которые присущи всем кроссоверам из Поднебесной. Хотя, это такая внедорожная фишка, и этот автомобиль есть модификации на полном приводе, но сильно внедорожным его не назовешь. Попозже расскажу, почему. Диски у нас 18-дюймовые в максимальной комплектации, 17-дюймовые в минимальных, но тоже литье. Это фирменное литье компании Havail. Обратите внимание, кто узнал схожие черты с одним известным брендом, напишите в комментариях. Хромированная вставка смотрится очень гармонично. Зеркала у нас вынесены на отдельные стойки. Это классно. Камера системы кругового обзора, да. Все также отделано у нас хромом. В простой комплектации хрома здесь не будет. И датчики без ключевого доступа. Хотя нет, друзья мои. Датчик без ключевого доступа только на водительской двери. Сверху рейлинги. Здесь у нас могло быть стекло на стекло. У нас в России максимальной комплектации нет. Плавник, соответственно, антенна. 4,5 метра. Шикарного автомобиля. Напомню еще раз. Цена покупки 1,620,000 рублей. 1,6. Всю эту красоту вы получаете за 1,6. Перейдем к задней части автомобиля. Здесь у нас, конечно же, так же, как присущи всем китайцам честная LED-оптика. Дизайн не вычурный. Он необычный, да, но он вписывается очень классно в общую концепцию этого автомобиля. Парковочные сенсоры, мы видим, также расположены. Захватывают все по бокам для полного охвата автомобиля. Нет никаких фальш-накладок. Нет никаких выходов для труб в их автомобиле системы. Они все у нас скрыты внизу. Есть только пластиковая, как она, юбка называется? Или как? Напишите в комментариях, как правильно называется этот элемент. И крышка багажника, за которой скрывается камера кровообзора. Скрывается у нас относительно маленький багажник. Вот это я отнесу, наверное, к небольшому недостатку полноценного кроссовера. 330 литров в обычном состоянии. Да, есть два маленькие пластиковые ниши, как вы видите. Очень бюджетные крючки для сумок и пакетов. Они сразу выштампованы в пластике. Докатка с небольшим, опять же, органайзером. Сильно глубокими нишами эти назвать. Их не так уж и много, как кричат почему-то на просторах интернета. То есть багажник, по современным меркам, достаточно скромный. Но его пространство также можно увеличить. Просто откинув задний ряд сидений, получить уже вместо 330 литров около 1000 литров полезного пространства. Мы видим практически ровный пол. То есть даже вот этот отступ, который он есть, нивелируется вот этой мягкой накладкой, которая идет у нас здесь штатно. Освещение багажника имеется. Не уверен, на что его достаточно будет в темное время суток. Но тем не менее, оно есть? Оно есть. Почему здесь нет розетки? Вот у меня вопрос. Такая мелочь, как розетка, в данном автомобиле отсутствует. Ну и, соответственно, вы обратили внимание, что крышка багажников, как это неудивительно для китайцев, но открывается по старинке вручную. Сервопривод сюда не завезли. Блин, вот смотри. Вот смотри. На самом деле, что я к сервоприводу придираюсь, да? Ну, потом, не знаю, хочешь ставить или нет. Можно не придираться. По сути, когда ты открываешь, тебе вот, ну... Я не так бы обламывался то, что здесь нету газа этих газовых упоров. Ну, в смысле, электропривода. Потому что открывается, но он вообще кайфово. Все. Даже париться не надо. Высоты, ну, в принципе, достаточно. Шумоизоляции, как таковой, здесь нет. Есть. А, погодите, погодите. Что я гоню-то? Смотри. Тут не просто вибра проклеена, как я увидел изначально. А под ней прямо лист шумки. Видишь, войлок? А под органайзером нет. То есть, войлок покрывает только именно запасную вот эту докатку. По шумоизоляции, вот даже сейчас в городе мы уедем, проезжающие автомобили, что навстречу, что в потоке. Шум не передается извне так остро, да? Миш, согласен? Да. То есть, возьми предыдущих китайцев, которых мы снимали. Ну, например, у черри, это вот у бюджетных моделей черри. Сейчас открыть окно, чуть-чуть. Давай. И послушаем. Сейчас звук будет с микрофона моей камеры, сзади, которая находится, и слушайте. Вот, насчетливо слышим автомобиля. Ну, вообще шум с улицы, да? Закрывай. Ну, то есть, прям, прямо хорошая такая крепкая четверочка. Потому что, вот еще раз говорю, сравнить в этой ценовой категории взять, там, тот же мой любимчик, черри Тига 7 Pro. Там дела с шумоизоляцией обстоят хуже. Если вы смотрите и сравниваете обзоры китайских автомобилей, вы, наверное, заметили, что мало у какого китайца в багажнике есть хоть какая-то шумоизоляция. Здесь есть. Ну, а раз она есть в багажнике, то, скорее всего, ее засунули уже и во все необходимые места. Не удивлюсь, если лакера здесь также прошумлены достаточно неплохо. Задний ряд, задний проем. То есть, сама дверь, она достаточно широкая. То есть, вы открываете, и вы видите широкий дверной проем. Места здесь просто дофига. То есть, на переднем сидении сидел я. То есть, сидение настроено под рост метр девяносто под водителем. По крайней мере, я себя чувствую под ним комфортно. И сзади у меня еще огромное место от моих коленок до переднего водительского сидения. Что в ширину, что в пространстве вперед-назад. Я скажу так, здесь сидишь по-царски. Чем оборудован у нас задний ряд сидений? Ну, во-первых, у вас есть плафон для пассажиров. Нет индивидуальной подсветки, как на других китайских представителях и на разных моделях конкурентов. Но есть, соответственно, плафон. Он не светодиодный. Лампочка здесь галогеновая. Подлокотник имеет два подстаканника. Тоже огромный плюс. Выполнен хорошо. Угол наклона идеальный. Придраться, честно сказать, не к чему. Как вы заметили, заднее стекло у нас затонировано. И это не дополнительная опция. Полусадняя полусфера у Haval Jullion уже с завода. По крайней мере, в максимальной комплектации точно идет с допустимой по ГОСТу тонировкой. Два USB-порта для зарядки. Воздуховоды для обоих пассажиров. Есть небольшая ниша для дополнительного хранения, чего бы там ни было. Передний карман у нас отделан кожей. Сделан, как мне не нравится, то есть вплотную. Значит, если вы будете постоянно возить бутылки, он будет оттянут. И человеческая кнопка подогрева сидения. То есть три режима подогрева. И кнопка не где-то спрятана. Кнопка у вас на самом видном месте. При том, что здесь в цену 1,6 миллиона вы получаете подогрев не только сидения, но и поясницы. То есть подогревается полностью и попа, и поясница. Три подголовника подразумевают, что может ехать три пассажира. Также есть три ремня безопасности. Система изофикс у нас на левом и правом сидении. И отделано все нашей знаменитой эко-кожей, которой сейчас балуются, кстати, не только китайцы. Еще один интересный момент. Это то, что так как эта версия у нас не полноприводный, а монопривод передний, то здесь у нас идеально ровный пол. Прошу прощения, не акцентируйте внимание на коврике. Оригинальные коврики, я так по-моему, просто еще не привезли, да? Ну, еще их в принципе нету. Их просто нет. Модель настолько свежая, что сейчас даже, во-первых, при покупке придется немножко подождать, пока вам их привезут. Так вот, коврики еще даже в салоне у дилеров их в представительстве нет. Правильно? Те сказали подождать, пока они привезут, и тогда можно будет забрать. Да, сейчас их в продаже нет. Да, сейчас их в продаже нет. Но они сразу с автомобилем не идут, то есть это дополнительно? Нет, нет. Коврики дополнительные. Как всегда. Это у нас все пластик, это пластик. Ну, посмотрите. То есть такой индивидуальный дизайн с хромированными ставками даже у задних пассажиров. Очень часто европейские и корейские производители, ну, вот в задних дверных картах экономят. Здесь видно, что не сэкономили. В общем, скажу так, жирная пятерка с плюсом за задний ряд. Однозначно мне нравится. Здесь комфортно ехать точно будет на дальняк. Людям с любым, наверное, все-таки ростом, учитывая, что мой рост здесь и габариты позволяют разместиться достаточно комфортно. Детей возить будет тоже одно удовольствие. Да, в принципе, все. Давайте перейдем на переднее кресло. Слева такая же дверная карта, как и с задней части водителя. То есть здесь у нас пластик с имитированной прострочкой. Хром индивидуальная вот такая красивая отделка. Кош-зам, соответственно, на дверной карте там, где вы кладете руку. И органы управления стеклоподъемниками. Все стеклоподъемники, несмотря на цену 1,6 миллиона, опять же повторюсь, они имеют систему автодоводчиков. То есть кнопки на все стекла. Регулировка зеркал электронной само собой с функцией складывания прямо отсюда рычажком. То есть не кнопкой, а рычажком. При закрытии и открытии автомобиля складывание осуществляется автоматически. Кнопка запирания и отпирания дверей. И дальше мы переходим к левой части с блоком кнопок для управления яркости, соответственно, приборной панели, корректор уровня фар, кнопка отключения ESP и кнопка помощь при спуске с горы. Интересно, достаточно выполненный, в принципе, дизайн передней консоли. Передней консоли. Консоли. Консоли? Передней консоли. У нас есть вот такой вот ярко выраженный выступ, который идет вдоль, получается, всего автомобиля. Есть также хромированные элементы, добавляющие вот такого приятного, знаете, приятного чувства, что вы садитесь в какой-то очень благородный автомобиль. То есть многие скажут, да что тут может быть благородного Китая за полтора миллиона? Ну, условно, 1,6 он стоит, само собой. Но нет, друзья мои, я предлагаю так уже не отзываться. Действительно, ты сидишь и получаешь, вот ты получаешь со всех сторон вот это ощущение какой-то благородности, оно здесь присутствует. Рулевое колесо. Многие говорят, что оно достаточно тонкое. Здесь скажу, наверное, все-таки на любителя. Схожесть с рулем компании Land Rover однозначно есть. Прямо какая-то стилистика очень схожая. Были бы еще здесь круглые кнопки, я бы точно сказал, украли, своровали, скопировали. Но здесь вот этих круглых кнопок, джойстиков не добавили. Кнопки управления все на своих местах. То есть подогрев руля, спасибо, что он вынесен здесь. Здесь, как вы помните, я грешил на компанию Cherry, которая делала подогрев руля в крайнем левом положении. При таких вот движениях во дворе мы всегда нажимали эту кнопку. Здесь такого не произойдет, сделаны тоже по уму. Кнопки управления меню, соответственно, бортового компьютера. Круиз-контроль и лимитер, прибавить-убавить скорость, кнопки управления по мультимедии. А это у нас кнопка включения адаптивного круиз-контроля. Лепесток с автоматическим режимом света, соответственно, датчик света здесь присутствует. Датчик дождя здесь присутствует. Есть автоматический режим дворчиков. Шикарный, огромный, с хорошей контрастностью экран приборной панели, где все это достаточно читаемо. Все цифры, буквы, как я вот вижу, они правильного нужного шрифта и красиво исполнены. Козырек и отделка, соответственно, здесь у нас мягкая, но это у нас резина с выштампованной строчкой. Здесь у нас идет уже что-то типа кожзама с интересным таким рельефным рисунком, не повторяющим дверную карту. Это я зря хотел сказать. Дефлекторы выполнены с хромированными вставками, вы видите, все красиво. Классная, классная, на удобном месте кнопка спасибо. Просто вот промахнуться вы просто не сможете. Она большая, она заметная, она в нужном месте. Кнопка старт-стоп, жаль, что она не отделана хромом, это было бы приятнее. Беспроводная зарядка имеется. Здесь, интересно, у нас такая вот выемка. Данные у вас транслируются прямо на лобовое стекло. То есть вы, конечно, в камеру этого никак не увидите, но вот я, сидя с места водителя, вижу это все перед собой. То есть в темное время суток, не отвлекаясь от дороги, вы всегда следите за приборной панелью, но у вас перед глазами. Скажи, пожалуйста, в темноте, когда едешь, отвлекает ли это от дороги? Нет. Вообще не отвлекает? Вообще не отвлекает. Ну, это классно, что у тебя всегда информация перед глазами? Ну, так, посмотрел, да, удобно. Прямой солнечный свет, который попадает на лобовое стекло, никоим образом не перебивает, я не знаю, там, диоды или что установлено именно вот в этой проекции. То есть все показатели, которые там отображаются, еще раз говорю, они читаются идеально. Дальше блок сенсорных кнопок, обрамленный красивым хромом, это управление климатической установкой камеры автопарковщика и выключить мультимедиу, соответственно. Шайба красивая, очень красивая, кстати, еще и приятная на ощупь шайба выбора режима езды, то есть мы включаем крупная кнопка, это паркинг, дальше мы выжимаем тормоз нейтраль, реверс, ну и, соответственно, драйв-мод и мануал в ручном режиме. Для ручного режима также у нас присутствуют подрулевые лепестки, электронный ручник и функция автохолд. Мне, честно скажу, нравится, как выполнена эта консоль, мне нравится, что здесь нет лакового пластика, который будет зацарапываться, мне нравится, как организовано пространство, то есть есть удобная ниша для телефона. Если вам не надо заряжать или вашему пассажиру хочется кинуть телефон, ничего удобного вот такой вот ниши я пока, честно сказать, не видел. Открываем подстаканник, у нас их, соответственно, два, один побольше, второй поменьше, побольше имеет такие резиновые уплотнители, поменьше, как будто бы, да, уплотнителей никаких не имеет. У нас парящая консоль, как присуща всем китайцам, и снизу мы видим, соответственно, два порта USB, один из них для подключения телефона к 12-дюймовому монитору, 12,3, если быть точным, и обычная розетка, кому нужна, здесь есть также и розетка. Монитор в топе идет 12,3, но даже в базе вы все равно получаете большой кристаллический экран, но там будет, правда, 10,25 дюйма. Подлокотник отделан также кожзамом. Открываем, пространство достаточно большое, внизу есть какой-то небольшой... Коврик это ты уже положил? Коврик уже был, коврик уже был, ну, коврик есть, сам бокс, он просто пластиковый, ничем не отделан, нахлаждения здесь у нас никакого нету, дополнительных портов там не имеется. По регулировкам, как настроить автомобиль под себя? Начнем с руля, то есть есть регулировка вверх и вниз, но никак на себя вы его не вытяните, это единственное положение, регулировки по вылету здесь нет. Сидение. Регулировка сидения электрическая, но только у водителя, то есть в отличие от остальных китайцев вот этого ценового сегмента, ну, хотя надо признаться, ну, то есть быть честным, наверное, Джулион сейчас один из самых низких по цене представителей кроссоверов в таком оснащении. Но здесь, в отличие от других, есть электропривод только у водительского сидения, и то только вперед-назад, соответственно, спинка. Ну, что-то типа лифта есть, но он не совсем вниз-вверху, и он как бы ходит назад-вперед, уходит так немножко. Ну, и нет поясничного упора. Также, конечно, у пассажира у нас никаких электроприводов нет, у нас механические обычные регулировки вперед-назад и, соответственно, спинка. Мелочи приятны, у нас есть выдвигающийся крючочек для пакетов, сумок и так далее, и бардачок. Ну, внушительного я вам скажу размера. Во-первых, надо понимать, он с лифта, да, то есть он не будет громыхать, когда вы его опускаете. Во-вторых, он не большой, но он и не супер маленький. Мы видели с вами в других автомобилях, конечно, и поменьше. Сюда можно вложить и сервисную книжку, и документы, и заказ снаряда на обслуживание, и перчатки, и все, что вам угодно. Что мне не понравилось, что среди вот этого всего, в принципе, красивого и хорошего, богатого оснащения, мы в максимальной комплектации не найдем очищника, обычного очищника. Место под него есть, а его самого нет. Не завезли, друзья мои. Дальше. Козырьки у нас откидываем, соответственно, что передний, что левый, что правый у нас с подсветками. Подсветки не светодиодные, там галогеновые обычные лампочки. И консоль управления светом для передних водителей и пассажира. Включаются одной кнопкой подсветки, они раздельные, не как на заднем ряду. Кнопка AeroGlonass, кнопка включать на открытие двери подсветку. И интересная фишка. У нас здесь есть кнопка вызова, то есть связи с представительством HVL. В случае чего вы можете нажать. Здесь также есть динамики и микрофон. И вам ответят именно с технической поддержкой HVL. Немногие китайцы, даже более того, скажем, никого до этого из китайцев мы такой поддержки не видели. Работает или нет, проверять сейчас не будем. По заявлению все работает? А, ты проверял? Звони. Все. Эта поддержка, она реально работает. Правильно? Отвечают же прямо отсюда? Да, да, да. Все, отвечают прямо отсюда. Не соврал. Зеркало у нас, я так понимаю, автоматическое, потому что никакого лепестка регулировки нет. Значит, автозатемнение, скорее всего, есть. Выполнено круто. Ну, у китайцев, в принципе, с этим, в принципе, сейчас нет проблем. Зеркало информативное. Полностью заднее стекло оно охватывает. Задний ряд пассажиров оно охватывает. Его более чем достаточно. Ну, идет блок датчик дождя и камера контроля слепых уай. Камера контроля за разметкой. У нас имеется, соответственно, датчик давления в шинах выводится прямо на панель приборов. Время пути. Все, соответственно, есть все замеры там средней скорости, среднего расхода и так далее, то подобное. Также, соответственно, вы прямо здесь в панели управления можете перекинуться на мультимедиу. То есть у вас будет транслироваться, что именно играет у вас будет перед глазами. Но на операционный дисплей вот эта информация не выводится. Здесь же вы можете переключать радиостанции, треки и так далее. То есть вы можете переключать это как вот на этом экране с помощью этих кнопок, так и на этом экране. Ну, кому-то удобнее здесь, согласен. Дальше. Серега Пименов. О, мы попали в телефонную книгу, которая может отображаться вам прямо здесь для удобства. Если вы стоите в пробке, надо позвонить. Информация об автомобиле. Если вы сказали какие-то ошибки, либо предупреждения сразу вы видите. И идут настройки. Выбор темы, бортовой компьютер, громкость, единицы измерения, заводские настройки и предупреждение о следующем ТО. Так, давайте пробежимся по опциям, которые по управлению вот этой мультимедией. Здесь есть достаточно много настройок этого автомобиля, где вы можете все, как сказать, персонализировать именно под вас. Ассистенты вождения. То есть, ассистенты движения по полосе. То есть, это у нас камера контроля полосы. И вы сразу видите изображение, то есть, что именно он делает. И разные настройки этой системы. То есть, каждый может настроить даже работу контроля полосы именно так, как ему удобно. Кто-то из обзорщиков сделал на этот акцент, то что в Хавел Джилион удержание в полосе работает максимально четко. То есть, она держит не от края к краю дороги вас кидает, а держит именно посередине. Это реально так. Потому что, если вы сядете на тот же Volvo XC60, свежий, с удержанием в полосе, то там вы будете играть в этот пинг-понг. Он будет вас гонять от одной разметки к другой. Тут этого не происходит. Тут он просто ведет вас по центру и не дает именно смещаться даже к краю вашей полосы. Автопарковщиком пользовался? Да. Работает четко? Четко. Страшно? Страшно. Первые два раза страшно, потом другим страшно. Ну, понятно. Ну, то есть, грубо говоря, страшно первый раз, когда ты не веришь, что это действительно работает. Ну, работает же? Ну, работает. Есть еще выезд из парковки, тоже работает. Распознавание дорожных знаков. Соответственно, вас сразу на приборной панели будут предупреждать об ограничениях скорости и иных уведомлениях, которые он будет считывать камерой, расположенной здесь на проезжей части. А стен движения вперед – это адаптивный круиз-контроль. Опять же, посмотрите, что он не по умолчанию просто работает, а есть даже какие-то настройки. То есть, адаптивный круиз вы также можете настроить под себя. А, опа, интересный момент. Это система безопасности при столкновении, система безопасности пешеходов, которая не позволит этому автомобилю задавить бедных велосипедистов и людей. Об этом нам и говорит. И ассистент проезда перекрестков. Настройка комфорта. Складывание зеркал – да или нет. Интервал стеклоочтителей вы настраиваете самостоятельно даже в авторежиме. И беспроводную зарядку можно отключить. Вождение центральное. В общем, друзья, не будем пробегаться по всем. Как вы видите, настроек много. Настроек достаточно для того, чтобы всем было комфортно. Подогрев можно, кстати, включить даже электронное здесь. Не только, ха-ха, хотел сказать, кнопками. Какими нафиг кнопками? Здесь нет кнопок. Для быстрого доступа к самым необходимым настройкам есть свайп слева-направо. Bluetooth. Включение и выключение проекционного дисплея. Адаптивный круиз-контроль. Успокойся. Датчик контроля полосы. Беспроводная зарядка. Подогрев лобового стекла. В топе, конечно же, подогрев рулевого колеса. У нас подогрев сидений и режимы вождения. Стандарт. Эко-спорт. При включении спорта… Нет, у нас ничего не меняется. Все согласно той теме, которую вы задали изначально. Но, тем не менее, вы видите, что есть определенные режимы, которые выбираются только в этом меню. Многие грешат о том, что здесь нет отдельной кнопки для переключения режимов. Ну, мол, вот, типа, вы едете по трассе, мол, вам понадобился спорт, нажали кнопку спорт, полетели в спорте. А здесь это надо делать через меню. Честно, скажите, пожалуйста, если мы говорим не про первое знакомство с автомобилем, а когда вы повседневно его эксплуатируете. Да у вас вот это движение дойдет до автоматизма. И вы спокойно сможете это делать в любой ситуации, когда вы едете по трассе, когда вы едете в городе и так далее. Это не доставляет такого дискомфорта даже мне при первом знакомстве. Так зачем же это огрешить? Убрали лишние кнопки. И это делают не только сейчас. Вот, например, HVL G-Leon. Вы вспомните, вспомните другие современные там Skoda, Audi и так далее. Не все уходят от механических кнопок в пользу сенсоров. Поэтому хаять за это не буду. Ко всему к этому привыкаешь моментально. И более того, скажу, когда вы поедете на таком автомобиле и сядете в что-то, где вам надо переключить режим кнопками, вот, думаю, тогда вы впадете в небольшой ступор и недоумение. Друзья, обязательно должен вам рассказать. HVL G-Leon это первый кроссовер, по крайней мере, который встречал я, который в базе штатно идет с приложением, фирменным приложением компании HVL, через которое вы можете управлять автомобилем дистанционным везде, где есть сотовая связь. То есть тут зашита сим-карта, сразу проплачена, ты говорил, на два года, потом уже оплачиваешь сам отдельно. Но автомобиль всегда на связи. С приложения вы можете открывать-закрывать, заводить, глушить, включать кондиционер, открывать окна, все необходимые опции, которые вам могут понравиться. Сидите вы зимой дома, хотите поехать, вы в приложение зашли, завели, включили обогрев руля, стекла, сиденья, через 5 минут спустились, полностью оттаивший отогретый автомобиль. Летом захотели куда-то поехать, жара, включили климат, выставили нужную температуру с приложения, пришли в уже остывший, холодненький, приятный автомобиль. Вот это прямо респект. Я надеюсь, что такие приложения фирменные появятся в скором времени у других производителей, и это будет в принципе уже трендом, что у всех будет такая возможность. То есть это заменяет полностью напрочь, исключает установку дополнительных вот этих автозапусков, приложений Starline и так далее и тому подобное. Об этом здесь подумали, вы сразу это имеете как опцию. Если про двигатель этого автомобиля у меня отдельное мнение, мы пройдем сейчас к капоту и я вам его озвучу, то коробки, если честно, я уже, у меня нет никакого недоверия. Все китайцы используют одни и те же коробки. Это 7-ступенчатые роботы с масляной ванной, то есть с мокрым сцеплением. Надо понимать, что это аналог ДСГ. И я в одном из видео, я не помню, в одном из достаточно давних видео про какого-то из первых китайцев рассказал, что эти роботы создавались теми же инженерами, которые разрабатывали когда-то ДСГ. Но с оглядкой на все слабые места немецких своих братьев. Поэтому честно скажу, вот в роботах я не могу вам, нет опыта и практики там долгих лет, но я просто верю и уверен, что свою честную гарантию 150 тысяч эти роботы отбегают запросто. А вот по поводу двигателя давайте поговорим уже возле капота. Такой увесистый капот, какая-нибудь хрупкая маленькая девушка, вот ей прям вообще будет не в кайф. Как вы видите, никаких тут этих газовых упоров нет. У нас здесь опять же все по старинке, кочерга зафиксировали. Ну, кочерга так кочерга. Полтора литровый турбированный мотор. Разработки, соответственно, Хавелл, это незаимствованный агрегат. Передний привод идет у нас полтора литра на 143 силы 210 ньютон метров крутящего момента. На полном версии с полным приводом идет чуть помощнее. Но не тот же мотор, а немного все-таки другой агрегат, а не форсированный. Там идет полтора литра тоже турбо, но на 150 лошадиных сил и 230 ньютон метров крутящего момента. К чему забегу вперед, скажу, что 230 ньютон метров, да и в принципе 30 сил для такой машины на полном приводе маловато. Как чувствует себя автомобиль на трассе, Саша? Расскажи, вот ты ездишь за город, ты ездишь по трассам, у тебя обгоны, не обгоны. Комфортно? Достаточно ли мощности? Мощности прям достаточно и... Ну, быстро еще ездить не пробовал, потому что идет обкатка, но мне кажется, в 180-200 она должна ехать уверенно. А, точно, у тебя же еще даже тысячи не проехали, ты же еще даже тысячи не проехал, ты в принципе ее не раскочегаривал, да, достаточно быстро? Да, 120-125 максимум. Ну, я понял, но в городском потоке у тебя вообще не должно быть никакого дискомфорта. В городском потоке, если на Кашкай приходилось всех догонять, то здесь догоняют тебя. Что про эти моторы? Я не могу ничего сказать, нет никакой информации, нечего говорить. Это относительно свежие агрегаты. Их, как сказать, о них можно будет говорить, когда пройдут хотя бы какие-то годы, какие-то там сотня тысяч километров. И тогда мы сможем уже сделать выводы. Да, есть джили, которые ставят моторы в Вольво уже с какой-то историей. Да, есть черри, которые ставят разработки, там, десятилетней давности моторы модернизированные. О них хоть что-то, можно хоть какие-то выводы сделать. Здесь достаточно свежие силовые установки, поэтому пока, друзья, ждем и надеемся, что все будет очень хорошо. ТО на этих автомобилях первое проходится на 10 тысячах километрах, далее каждое последующее спустя 15 тысяч. Но не вздумайте так делать, Саша, не вздумай так делать. Все-таки качество масел и смазочных материалов у нас в стране не такое, чтобы экспериментировать на свежих китайских турбомоторах ТО раз 15 тысяч. Нет, раз 7,5 я рекомендую делать промежуточное ТО. Не хотите переплачивать там дилеру по их ценам, делайте промежуточное ТО где угодно. Просто залейте новое масло, а на 15 тысячах едьте к дилеру. Бензин заявлено, что он может кушать от 92-го. Саша, ты какой заливаешь? 95-й. 95-й, ладно, молодец. Молодец. Но заявлено на лючке и в мануале, что от 92-го он проедает. И что интересно мне бросилось в глаза. Уплотнитель. Сразу говорю, не поленись, закажи за 600 рублей уплотнитель на Алиэкспресс, проклей вот эти вещи. Расскажу почему. Уплотнитель поклеили только в передней части. Соответственно, боковые вот эти все щели у нас без зазора и в первую же грязную дождливую погоду вот это все будет у тебя забрызгана грязью. Уплотнитель 600 рублей через месяц придет, просто вот так полностью по контуру наклеил и будет вам красота. Ну, не доклеили полностью, ну вот, сэкономили, как говорится. Как и всегда, много компонентов здесь будет, не только китайских, соответственно, это будет компоновка, там сборная солянка от известных европейских брендов. Интересный факт, опять же, омыватель. Вы знаете, да, в этом автомобиле нету датчика уровня омывайки. То есть, когда у вас заканчивается омывающая жидкость, вы уже узнаете по факту где-нибудь на трассе Ростов-Дон в грязную слякотную погоду, на самом платном участке, где даже взять ее негде. Вот такой вот нюанс. По сборке особых претензий, честно сказать, я так вот докопаться не нашел, а вот по качеству окраски этого автомобиля тут есть к чему придраться. Например, если заглянуть туда ниже, то увидишь, что все лонжероны, все металл, он голый, открытый, он не прокрашенный и без какой-либо обработки. То есть, все лонжероны, все открыто, у нас это все видно, никаких защит здесь не присутствует. Есть один еще интересный момент, который заметил сам Саша и показал нам. Давайте-ка заглянем у нас. Торецкий лаун не прокрашен. Видите? Внутрянка вся голый металл. Да, оцинкованный, но не прокрашенный. Здесь краска есть, здесь краски нет. Вот. Спереди все стандартно Макферса, многорычажная подвеска, тормозные диски у нас вентилируемые. Сзади тоже у нас тормозные диски, уже обычно невентилируемые, но сзади у нас подвеска-балка, обычная балка. Спасибо на полном приводе, здесь все-таки стоит многорычажка. Но, как мы знаем, чем отличается балка от многорычажки? Тем, что балка уступает по таким параметрам, как устойчивость на дороге и маневренность. Ну, грубо говоря, две крайности одной и той же сущности, но суть вы поняли. Ну, вот сейчас проезжали по Приморскому проспекту, куча стыков, куча неровностей. И, я так скажу, зубодробительных вот таких пробоев нет. Подвеска достаточно мягкая. Ты сказал, что она даже приятнее, чем в Кашкае? Да. Это ты сравниваешь не только городскую эксплуатацию, но и ты говорил на дачу, за городом, да? Где у вас там нет дороги. Да, ощутимо мягче. Порог у нас не прикрывается дверью, но обратите внимание, что порог у нас обработан антигравийкой. Что слева, что справа, полностью весь порог у нас обработан. Поэтому пенять на то, что он как-то будет там скалываться, ржаветь, ну, если честно, я в это просто не очень верю. Полный привод. Если здесь у нас автомобиль на переднем приводе, то хочу рассказать и остановиться поподробнее на полном приводе. Как и во всех китайцах, полный привод HVL G-Leon реализован электронной муфтой Borg Warner или Haldex 5-го поколения. Мощности на полном приводе, вот эти 230 ньютон-метров 150 сил, не хватает. Электронные системы и помощники обрубают обороты до 2000. То есть, по сути, вот все, что я увидел, все тесты на бездорожье, они сводятся к тому, что автомобиль, ну, он для зим. Полный привод на этом автомобиле для каких-то снежных сугробов, для преодоления невысоких бордюров в Москве или поребриков в Санкт-Петербурге. И, может быть, легкой гравийки, где заканчивается асфальтовое покрытие. Но куда-то глубоко в лес, куда-то на оффроуд, вы на нем, ну, 100% не сунетесь или вы просто там останетесь. Поэтому, честно скажу, если бы я выбирал себе такой автомобиль, вот за такой полный привод я бы не стал переплачивать. Ну, а дальше уже каждый выбирает сам для себя. Если вы городской житель, если вы реально используете автомобиль исключительно в крупном городе, если ваши поездки за город и на природу составляют там менее 10-5%, я считаю, что вестись на полный привод, доплачивать за это, ну, вот прям реально не стоит. Здесь клиренс выше стандартного. Даже на загруженном автомобиле будет выше, чем у любого городского седана хэтчбека. И как показывает практика миллионов людей, просто повышенного клиренса, я говорю, и немножко соображалки, да, как себя вести в той или иной ситуации, запросто компенсирует отсутствие полного привода. Он здесь все равно такой нетрушный. Поэтому я бы отдал предпочтение для, если для городской эксплуатации, конечно, переднему приводу. Во-первых, еще минус узел обслуживания, то есть вам не надо обслуживать саму муфту, которая, как ни крути, она хорошая, она надежная, она там действительно выдерживает нагрузки, но это еще один элемент, который придется обслуживать. Здесь такого нет. И мне очень нравится, что сзади, так как отсутствует полный привод, здесь у нас, соответственно, нет посередине тоннеля. Это очень удобно, когда у вас ровный пол. Особенно, когда сзади едет несколько человек, надо выйти там или здесь и так далее. Но обычные бытовые ситуации. Обзор зеркала шикарный. Зеркала здесь прям лопухи, по-другому не сказать. То есть даже здесь есть, соответственно, контроль слепых зон, и он сразу дает вам информацию о том, что кто-то приближается справа или слева. Но даже без датчиков контроля слепых зон обзор шикарный. Я бы и так увидел эти автомобили, на которые сигнализирует система. Саш, смотри, ты ведь пересел на этот автомобиль соотносительно свежего Nissan Qashqai. Скажи, пожалуйста, ты рад? Ну, давай так, ты почувствовал преимущество этого автомобиля перед Qashqai? Преимущество в том, что сзади больше места, в том, что он все-таки динамичней, мягче подвеска, удобнее. Ну, ты доволен? Ты не пожалел об этом решении? Доволел. Хорошо, какие минусы вот за несколько недель эксплуатации, какие минусы ты выявил в этом автомобиле для себя, вот именно для себя? Что бы ты хотел немножко по-другому? Пока никаких минусов, пока только одни плюсы. Если сейчас отмотать назад, на две недели назад, когда ты покупал эту машину, и тебе бы сказали, ладно, вот ты попробовал Хавейл Джиллион, давай обратно отмотаем, забирай свой Qashqai, иди, покупай опять что хочешь. Ты бы купил снова Джиллион? Купил бы. А как же вот эти все предубеждения, что китайские моторы там могут сдохнуть кузов, сгнить там и так далее? Ну, это все, как всегда, обычный разговор, ведь никакого практики не было. Да, когда я брал Qashqai с мотором 1.2, тоже много чего рассказывали, но в итоге за 4 года абсолютно ничего не случилось. Когда ты решил сменить Qashqai, ты вообще как бы побаивался, остерегался китайцев, или в принципе поехал, посмотрел и понял, блин... В принципе, они уже давно на рынке, поэтому даже не остерегался. То есть ты целенаправленно пошел и просто купил? Да. Какими опциями ты стал пользоваться, которых у тебя раньше не было? Адаптивный круиз-контроль постоянно. Теперь постоянно, да? Хорошо работает климат-контроль постоянно, камеры постоянно, потому что камеры все-таки довольно-таки хорошие. Как у остальных китайцев, здесь шикарное качество картинки. То есть что мы здесь имеем? Мы можем отключить или выключить динамические полосы, они действительно динамически показывают вам, в какую сторону вы будете двигаться. Дальше отключение сенсоров, если вам это мешает. Качество картинки, в общем, я думаю, объяснять не надо, что здесь очень четко. То есть мы видим каждую плиточку, из которой вымощена здесь, соответственно, вокруг площадка, да? Видно? И как вы видите, на модели, на модели у нас цвет сейчас не совпадает с фактическим... Извините, я включил случайно автопарковщик. Не совпадает цвет с фактическим цветом автомобиля. Но интересный момент, что здесь у нас версия, которая в Россию не поставляется. То есть здесь у нас версия с люком, со стеклянной крышей. Ну, в общем, по качеству камер, ну, честно сказать, не придраться. То есть действительно этого изображения достаточно того, чтобы в самых сложных местах вы могли ориентироваться и воспользоваться этим, где необходимо, и проехать. Причем, смотри, даже в 3D-режиме динамические линии везде все работает. Друзья мои, я очень надеюсь, что вот этот миф о китайском автопроме, вот этих комментариев, что типа, да он сгниет после первой зимы, да как его потом продашь, они все-таки будут развеиваться. Это сильные игроки. Вы не забывайте, что технологии, инженеры у китайских компаний, у серьезных китайских игроков, типа как Жили, Хавел, Черри, у них давно топовые. Они, если не перекупают технологии каких-то лучших инженеров, то они просто воруют эти технологии или копируют. Это серьезные игроки в современном мире, на автомобильном рынке. Поэтому я думаю, что в ближайшее будущее мы будем видеть таких автомобилей, во-первых, все больше и больше разнообразия, а во-вторых, все больше и больше процентов на дорогах. На вторичном рынке из-за того, что популярность китайских автомобилей растет, они также начнут цениться вровень с корейскими и европейскими брендами. Как вот ты на дороге, как чувствуется? Чувствуется какое-то отношение других участников движения к китайскому кроссоверу? Из-за того, что ты на китайском кроссовере, тебя где-то поджимают, не пропускают? Или наоборот, то, что у тебя такая здоровая массивная хромированная морда, где-то наоборот уступает, пропускает? Скорее наоборот, пропускают, уступают. Ни разу не было такого, чтобы кто-то не пропустил. Кажется, наоборот, что... Здоровая черная морда, хромированная, светодиодная оптика такая. Кстати, про светодиодную оптику. Ночью шикарно, вообще как днем. Есть одно интересный момент, один интересный момент. По TikTok уходит видео про Havail Gileon, что у него центральная стойка, как из пластилина. Вот давайте я вам покажу сейчас. Вот есть видео, где на Havail Gileon, вот здесь она прям проминается, как будто она из мягкого пластика. Чтоб вы понимали, мы сейчас взяли Peugeot 3008, понажимали также на центральную стойку на Peugeot 3008, и она там гнется сильнее, чем здесь, на Havail Gileon. Поэтому это, мне кажется, откровенно был просто фейк для хайпа какого-то и так далее. Нормальный здесь абсолютно металл. Да, не оцинкованы крыши, да, не оцинкованы стойки. Ну, максимум, что порекомендовал бы, кто очень боится там сделать защитную бронепленку частично. Это решает эту проблему. В принципе, все. Скажи, пожалуйста, китайские автомобили, многие еще ругают, что типа непонятно, как у них с безопасностью. То есть мы видим, что здесь у нас водительско-пассажирская, подушки для задних пассажиров и полностью шторки. Но европейские стандарты, то есть краш-тесты по европейским стандартам, автомобиль не приходил. Как ты вот к этому вопросу относишься? Тебя не смущает, что непонятно, как автомобиль поведет себя в случае ДТП? А как поверить-то этим тестам? Если система может сейчас сработать, потом не сработать, они же на это не проверяют. Интересное мнение. А теперь давайте поговорим о количестве сэкономили, которое у вас получилось за этот ролик. Я предполагаю, что у кого-то из вас получилось шесть. Шесть мыслей о том, что сэкономили при производстве автомобиля, кто-то из вас насчитал. Кто-то насчитал семь, а кто-то насчитал девять. Я хочу пробежаться по тем сэкономили, которые важны именно для меня. Сервопривод багажника сэкономили. Регулировка руля по вылету сэкономили. Датчик омывайки сэкономили. Газовые упоры на капоте. Опять сэкономили. Просто пластиковые накладки, которые подтверждали бы то, что этот автомобиль это действительно полноценный кроссовер. Сэкономили. Сенсор без ключевого доступа только на водительской двери сэкономили. И оцинковка стойка крыши, я считаю, что это опять же сэкономили. У меня получилось семь. Но если докапываться, можно насчитать и девять. Кто-то для кого-то, может быть, не важна крыша, потому что это, в принципе, тренд китайских автомобилей. Поэтому шесть, семь или девять, друзья, мои правы или не правы, напишите в комментариях. Приятный автомобиль. Мы не делали никаких жестких тест-драйвов. Автомобиль еще не прошел откатку. Он хорош. Он прямо хорош. Все ассистенты для безопасности. Запомните, что безопасность. Для безопасности все ассистенты есть для безопасности, как пассажиров, водителей, пассажиров, так и окружающих вокруг людей, велосипедистов и так далее. То есть этот автомобиль элементарно не даст вам сбить пешеходу. Он сам быстрее с вас среагирует и остановит этот автомобиль. Те вещи, на которых здесь сэкономили, их спрятали. Они как бы не видны глазу. Вы ими не пользуетесь в повседнев. Но зато вам добавили классных опций, классных опций для безопасности и комфорта, которыми вы будете пользоваться на повседнев. И оставили вам приятную по рынку цену. 1 миллион 600 тысяч. Сейчас за такую цену ни одного из конкурентов в похожем оснащении вы не возьмете. В целом автомобиль мне понравился. Однозначно он мне понравился. Мне понравился он в салоне. Мне очень нравится он внешне. Я прямо даже немножко в восторге от его внешнего стиля. Он куда симпатичнее, чем те же Geely Atlas, чем те же Geely Coolray, чем Haval F7, F7X точнее, да и F7 и F7X. Этот автомобиль выглядит гармоничнее. Этот автомобиль можно использовать как семейный, потому что пространство позволяет большой семье, большой компании поехать куда-то на дельнике. Всем будет удобно и комфортно. Моторы надо пробовать, друзья мои. Надо смотреть статистику, надо смотреть опыт эксплуатации. В остальном придираться, честно сказать, особо не к чему. Все, друзья, я рассказал вроде про основные опции и то, с чем вы столкнетесь, покупая его всего лишь за 1,6 миллиона рублей. Да, вы получаете топ-комплектацию. Если вам понравилось то, как я рассказал об этом автомобиле, если понравился обзор, обязательно ставьте лайк. Напишите ваши вопросы или, например, ваш опыт эксплуатации, если у нас здесь среди вас есть владельцы Haval Jullion. С вами был Сергей, компания Клинликар. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok